Актёр и шоумен Сергей Светлаков недавно оказался в роли посажённого отца молодой пары из Ярославля. Ай, ты так всему веришь. Абсолютно точно тебе говорю, это точно была какая-нибудь промо-компания фильма с его участием. Потому что я слышала, что Сергей Светлаков просто за приезд куда-либо берёт как минимум 50 тысяч. Вполне может быть. Но год назад молодые люди создали сайт под названием «Светлаков приедет» и организовали промо-компанию по приглашению шоумена на свою свадьбу. И вот он осчастливил молодоженом. Какой ты доверчивый. И дальше, конечно, по идее, состоялась свадьба в духе фильма «Горько». Кстати, вторая его часть недавно была презентована в Москве, и вот на ней побывали наши журналисты. Думаете, веселье – это романтичный свят у двух закоханных? Помиляетесь? Это голосливый застильный с родичами, которых даже молодят в первую очередь. Обязковый гисть, что заснув фейсом в оливье? Ну и куди же без неи? Пьянка-бийка. Кумедная розповедь про все это обеспечила приголомшливый успех фільму «Горько» в прошлом году. То же творцы стрички, продюсером которой стал Сергей Светлаков, и решили вдруг и зібрати лаври, ну и, конечно же, «Грошенята», и презентовали днями продолжение комедии. Главные роли в ней выполняют те же акторы, но этого раза поднимут келихи уже не за здоровье молодых. Просто повторять то, что было, ну, в каком-то там другом антураже с другими участниками, нас не волновало, это не было достаточно секси. То что же сбудило уяву миття? До похорона. Грати не бежчика, а тим паче лягати в труну, в акторские тусовцы вважают поганою прикметою. Але не Ян Цапник, который зіграв батька нареченої. Как раз ему выпала висока честь понижиться на драурном атласе. Так как было прохладно, в гробу мне единственное было довольно комфортно и тепло. А так как наш режиссер положил туда бутылку с водкой, я почувствовал себя в полдобезопасности. До речи, с этой же зігревальной пляшечкой, под час съемок сталася справжняя детективная история. Підступного злодия так и не нашли. Но даже не это стало наибольшим разочаруванием Яна. За задумом суворого режиссера, труну закрыли крышкой и просто в кадре начали закопываться с актором в середине. Что ж, за ради мистецтва будь-якие жертвы. Конечно, гробу было тесновато. А самое ужасное, понимаете, я не знаю, это вошло или не вошло, меня там укусили, там летали комары, из прокладки они бы летали. И лежишь, когда в гробу, вот такое маленькое расстояние, еще и бить комаров, это как-то, конечно, никовато. Але навіть попри усі тортури та забобони, принаймні тимчасово побувати на месте небежчика, как бы дивно не звучало, мріяли майже усі коллеги Цапника. Пока все вокруг стоят, значит, стаямя с целыми сменами под палящим сонцем, ты прекрасно тебе лежишь в гробу и отдыхаешь, тебя носят, переносят, ты поешь песни, все смеются, фотографируют. Проте навіть такий творчий відпочинок може набриднути. На счастье для Яна Цапника, его герой за сценарієм, розіграв власну смерть, намагаючись уникнути повернення боргів. Тож небежчик у фільмі спочивав і з миром недовго. І тут за класикою жанру почався справжній відрив. Хіба може бути кращий привід гульнути на усю губу? Если говорить про какую-то ментальність людей, то это у нас в крови, у русских людей в крови ощущение и желание праздника. Хто-хто, а Сергій на цьому знається добре. В обох частин Горька він зіграв зіркового Тамаду. І дуже, скажемо вам, переконливо. Можливо, тому, що і у реальному житті шоумену неодноразово доводилося виконувати цю роль. Вести день рождення собаки, приглашали. Собачки було 8 років, все-таки ювілей. От, я відказався. Несолідно. Не те, що на весілля до мільйонера. Був щастлив бути ведущим на свадьбі. Вона була в Монако. Йому було 72, він єврей із Росії, с таким большим, скажімо, золотим бізнесом. Йе 18, а вона із Германії. І, собственно, радостно було, коли ти видиш, що вона, настояча любовь. От, і заодно, як би, он же із тих времен, коли ще була війна, тому він сквозь часу цю обиду собі пронес. І в кінці житті, от він, собственно, там, небольша точечна місць. Цікаво, скільки Світлакову відвалили за можливість стати свідком такої вишуканої помсти. Як відомо, побачити шоумена ведучим на приватному заході – задоволення не дешеве. Утім, виявляється зірковий Тамада, чий гонорар за вечір вимірюється десятками тисяч доларів, іноді може попрацювати і на дурняка. Діля в тому, що після показу першої частини, одна з пар в місті Ярославль, придумали таку тему. Вони відкріли сайт свій, який був посвячений, він якось і називався, що к нам, к нам обязательно приєдеть Світлаков, що-то таке. Ну і ось ця мечта вчора сюрпризом осуществилась. У них вчора була свадьба в місті Ярославль, на якій я, собственно, і присутствував. Цікаво, усе скінчилося так, як у фільмі «Горько»? На роботі я не п'ю. Після роботи бувало, і бувало, що це заканчувається кафе через сутки, к концу второго дня. Головне, аби вісіля вийшло веселым. А от як улаштувати похорон мрії – дивіться у кінотеатрах.